Новогоднее первенство детско-юношеской федерации карате городского округа Щелково проводится уже на протяжении многих лет и имеет свои традиции, одной из которых являются праздничные подарки для каждого участника. Эти состязания проходили в универсально-спортивном комплексе Подмосковья в 12-й раз. На них приехали юные каратисты не только из нашего городского округа, но и гости из Москвы, Владимирской, Калужской, Московской и Тульской областей. На татами выходили более 400 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 15 лет. У нас соревнования проводятся по двум дисциплинам. Это дисциплина кота, когда спортсмены выполняют комплексы на татами самостоятельно. И дисциплина кумите, где идет непосредственный бой соперников друг с другом. Также для того, чтобы немножечко смягчить уровень конкуренции, мы разделили спортсменов на группы А и группа Б. В группу А входят начинающие спортсмены, а в группу Б включили тех, кто занимается каратэ более двух лет и имеет опыт выступления на соревнованиях различного уровня. Такое разделение ввели еще и потому, что с каждым годом количество участников увеличивается. Для многих из них Щелковское новогоднее первенство своего рода трамплин для новых спортивных свершений. И каждый тренер стремится вывести своих воспитанников на новый, более высокий уровень. В первую очередь это свой личный пример. Разумеется, семья – это самое главное. Оттуда дети выходят. А уже задача моя, как тренера, это показать, как правильно, рассказать и, разумеется, быть примером. Самое важное в любом виде спорта, в том числе в нашем, это дисциплина. Ребенок, прежде чем у него появляется желание выступать на всероссийских соревнованиях, да вообще на любого уровня соревнований, в первую очередь мы воспитываем дисциплину. То есть каждый раз ребенок приходит на тренировку, он уже, знаешь, в спортзале. Поклоны, выход из площадки, заход в площадку. То есть, в первую очередь дисциплина. Я со своим детям всегда говорю, не будет дисциплины, не будет побед. В семье Ефимовых из Ногинска карате занимаются две дочери. Старшая Вероника победила в группе «Б», а младшая Кира заняла второе место в дисциплине «Кота» для семилетних. Понравилось, как Кир, да? Как Вероника берет медали, тоже достаточно успешно у нас выступает. Поэтому вот решили попробовать тоже. Пока получается где-то даже лучше, чем у старшей в ее возрасте. Четвероклассник из Щелковского седьмого лицея Мирослав Шишкин в поединках группы «А» для десятилетних сумел победить всех своих соперников и занять первое место. Просто нужна хорошая растяжка и скорость реакции. На первенстве самой большой была команда из Щелкова. Наши юные каратисты показали отличные результаты. На их счету шесть золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.